Секс это хорошо? И вообще, что действительно стоит за этим человеческим опытом? На самом ли деле секс существует только для продолжения рода, как утверждают некоторые религии? На самом ли деле истинная святость и просветление достижимы через отрицание или трансмутацию сексуальной энергии? Допустим ли секс без любви? Может ли физическое наслаждение быть достаточной причиной для того, чтобы заниматься сексом? Конечно, секс это хорошо. Опять-таки, если бы я не хотел, чтобы вы играли в определенные игры, я бы не дал вам игрушек. Вы даете своим детям такие игрушки, с которыми детям, по вашему мнению, играть нельзя. Играйте с сексом. Играйте. Это удивительное развлечение. И это чуть ли не самое большое развлечение, которое у вас может быть для вашего тела, если мы говорим исключительно о физических переживаниях. Но ради всего святого не разрушайте сексуальное целомудрие, удовольствие и чистоту этого развлечения, этой радости, злоупотребляя сексом. Не используйте его для того, чтобы продемонстрировать свою силу, или для каких-то скрытых целей, для угождения своему эго, или для доминирования. Для любой другой цели, кроме чистейшей радости и высшего экстаза, отдаваемого и разделяемого, это и есть любовь, и воссоздание любви, а это новая жизнь. Разве я выбрал невосхитительный способ размножить вас? Что касается отрицания, то я уже объяснил и это. Ничто святое никогда не было достигнуто через отрицание. Но желания меняются, когда видится еще большая жизненная реальность. Поэтому ничего необычного нет в том, что люди просто хотят меньшей сексуальной активности. Или вовсе обходятся без нее. И, кстати, без любой другой деятельности тела. Для некоторых, дело души становится самым главным. И намного более приятным. Каждому свое. И не осуждай. Таков девиз. На последнюю часть твоего вопроса можно ответить так. Тебе нет необходимости иметь достаточную причину для чего-либо. Просто будь причиной сам. Будь причиной своего собственного опыта. Помни, что опыт порождает понятие о себе. Понятие порождает творение. Творение порождает опыт. Хочешь почувствовать себя человеком, который занимается сексом без любви? На здоровье. Ты будешь делать так до тех пор, пока тебе уже больше не захочется. И единственное, что может и всегда могло побудить тебя прекратить эту или любую другую деятельность, это вновь возникшая мысль о том, кто ты есть. Все настолько просто и настолько сложно. Зачем ты сделал секс таким приятным, таким красивым, таким мощным человеческим опытом, если все, что мы должны делать, это по возможности воздерживаться от него? В чем тут дело? И вообще, почему все приятные вещи всегда либо аморальны, либо незаконны, либо портят фигуру? Я и на последнюю часть этого вопроса уже только что ответил. Все приятные вещи не аморальны, не незаконны и не приводят к ожирению. Тем не менее, жизнь – это увлекательное упражнение в определении приятного. Для некоторых приятное означает телесное ощущение. Для других приятное может быть чем-то совсем другим. Все зависит от твоих мыслей о том, кто ты есть и что ты здесь делаешь. О сексе можно сказать гораздо больше, чем здесь говорится. Но нет ничего важнее, чем вот это. Секс – это радость. Но для многих из вас секс стал чем угодно, только не этим. Секс – вещь священная, да. Но радость и святость совместимы. Это по существу одно и то же. А многие из вас считают, что нет. Твое отношение к сексу представляет собой модель твоего отношения к жизни. Жизнь должна быть радостью, праздником. Она стала переживанием страха, беспокойства, необеспеченности, зависти, гнева и трагедии. То же самое можно сказать и о сексе. Вы подавили секс, как подавили и жизнь, вместо того, чтобы полностью выражать себя с полной отдачей и радостью. Вы опорочили секс, как опорочили и жизнь, назвав ее грехом и страданием, вместо того, чтобы воспринимать ее как величайший дар и огромнейшее удовольствие. Прежде чем возражать, что вы не опорочили жизнь, взгляни на ваши коллективные отношения к ней. Четыре пятых населения мира считает жизнь пыткой, несчастьем, испытательным сроком, кармическим долгом, который надо возвратить, школой с жестокими уроками, которые надо выучить, и вообще опытом, который надо получить в ожидании настоящей радости, которая бывает только после смерти. Порок в том, что очень многие из вас думают так. Неудивительно, что вы связали с понятием порока сам акт, который творит жизнь. Энергия секса – это энергия, которая ориентирована на жизнь, которая и есть жизнь. Чувство влечения, сильного и часто непреодолимого желания сблизиться друг с другом, слиться воедино – это необходимая движущая сила всего живого. Я наделил ей все. Это врожденная, неотъемлемая внутренняя часть всего сущего. Моральные кодексы, религиозные ограничения, общественные запреты и эмоциональные условности, которые вы создали вокруг секса, и, между прочим, вокруг любви и жизни вообще, сделали для вас практически невозможным радоваться жизни. С начала времен все, чего когда-либо хотел человек, это любить и быть любимым. И с начала времен человек делал все, что в его силах, чтобы это стало невозможным. Секс есть исключительное проявление любви. Любви к другому, любви к себе, любви к жизни. Поэтому тебе следует любить его. И ты любишь, ты просто никому не можешь сказать об этом. Ты не осмеливаешься показать, как сильно ты его любишь. Иначе тебя назовут извращенцем. Но именно эта боязнь и есть извращение. В нашей следующей книге мы рассмотрим секс поближе. Исследуем его динамику более детально. Потому что влияние этого опыта и этой области жизни глобально. А пока, лично ты, просто знай это. Я не наделил тебя ничем постыдным. И менее всего это относится к твоему телу и его функциям. Нет необходимости скрывать свое тело и его функции, как и свою любовь к ним и к другому человеку. Ваши телевизионные программы ничего не имеют против показа неприкрытого насилия, но стесняются показывать обнаженную любовь. Все ваше общество служит отражением такого приоритета.